Победа! 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 Что значит 9 мая? 9 мая это день победы советского народа, всего советского народа. Кто воевал, мой отец, кто ковал победу в тулу врага, это день победы. Мы тогда победили над нацизмом, над фашизмом, над самым большим злом, который есть на земле. А Вторая мировая война окончилась не 8 мая, не 9 мая, а 2 сентября, когда Япония последняя подписала капитуляцию, потому что она была вместе с Гитлером в коалиции. А Советский Союз, Великобритания, Соединенные Штаты, Франция, еще много-много, 50 с чем-то государств были в антигитлеровской, антифашистской, антинацистской коалиции. Я хочу, чтобы на земле был мир, чтобы всегда люди жили в мире. Пусть поскорее закончатся все войны, пусть не натаскивают соседей оружием, пусть уважают мнение других граждан. Пусть, если люди хотят разговаривать на английском языке, на мексиканском, на русском, пусть они говорят на своем языке, пусть любят свою родину, как Молдову нашу. Я здесь родился 53 года назад, я люблю свою родину, я люблю Советский Союз. Я хочу, чтобы мы жили в мире все, и Украина, и Россия, и Белоруссия. Пусть будет мир. Вы сказали, что война кончилась 2 сентября. Почему мы празднуем 9 мая? Мы празднуем, потому что мы советские люди. Мы 2 сентября тоже празднуем, только в России этот день окончаем 2 мировой войны, 3 сентября. Мы празднуем тоже, но 9 мая, потому что мы были граждане Советского Союза, и вы здесь посмотрите, здесь десятки тысяч похоронены, освобождали Кишинев. Отец воевал на Северо-Кавказском фронте, на 4-м Украинском фронте. Мы все за победу советского народа в Великой Отечественной войне. А 2-я мировая война, она была и даже не с 39-го года, когда Япония напала на соседние страны, на Китае, там еще больше людей погибло. Это мировая война, она называется мировая, потому что весь мир воевал. Понятно. Скажите, а сейчас вот мир выучил свой урок после 2-й мировой, потому что мы видим то, что... Нет, мы видим то, что Америка, американские администрации развязали кучу войн. И когда они празднуют 8-го мая победу, почему-то две бомбы сбросили на Хиросиму и на Гасаки, атомную. Такого никогда не было. И, к сожалению, мир уроков не выучил. И это очень прискорбно. Сейчас на Украине война. Что вы думаете? Россия, Россия, Российская Федерация, по распоряжению, по приказу Верховного Главного Командующего Путина, проводит специальную военную операцию. Там не война, а специальная военная операция. Потому что если была бы война, то господин Зеленский объявил войну России. И Россия бы приняла. Там ведутся боевые действия, там погибают люди. К сожалению, это очень плохо. Скажите, мы сегодня празднуем, но там война, они наши соседи. Уместно ли этот марш? Уместно ли вот этот день праздновать здесь, когда там погибают люди? Уместно праздновать день победы. Я повторяю, советского народа в Великой Отечественной войне. 9 мая он пришел, не 8-го, а 9-го, потому что у нас разница во времени. Советский суд. Мы празднуем этот праздник. В то же время мы против войны. Мы хотим, чтобы поскорее наступил мир. Вот и все. Уместно, это неуместно, это мы нам решать, нам, людям. Никаким правительством. Они не сегодня, когда, 24 февраля, они еще до этого, нацистские люди, пришли в Украину, захватили там власть. Они людям не давали праздновать не в 2014 году, а еще раньше. Вот в чем беда. Эта ленточка, вот эта вот, она не георгиевская. Она имеет цвета такие. Это за победу над Германией в 45-м году. А они все приравняли. Те, может быть, с какими-то георгиевскими ленточками. А это такая ленточка. За победу над Германией. Вот и все. У вас красная ленточка. Это символ партии или это символ Дании, День Победы? Это цвета, знамени Советского Союза. Я еще офицер Советской Армии, между прочим, чтобы вы знали. Я офицер запаса. Я под этим знаменем, вот такого цвета, принимал присягу. Это знамя было водружено над Рейхстагом. Красного знамя. Но это знамя было, если вы видите, победу, уже потом написали. Оно вот такого красного цвета. Понятно? У меня сердце такого же цвета. И кровь такого же цвета. Вот я взял и такую ленточку повесил. Это не партийные тут какие-то. Я не вижу из них никаких партийных. Здесь все граждане Молдовы, всех национальностей. Вы можете пойти посмотреть. Они хотят мира. Чтобы нацизм был подавлен. А его не добили. Понимаете? Вот так вот. Спасибо вам. С праздником. Всех вам.